Здравствуйте, Алексей Владимирович! Да, день добрый! Мы с вами сегодня о любви. Самое время, когда всё вокруг начинает зацветать. Распускается. Да, всё распускается. И сколько бы мы ни говорили об этом прекрасном чувстве, говорить можно бесконечно. Особенно, как я понимаю, с психиатром. Наверняка большая часть ваших, скажем так, пациентов, клиентов, как правильно говорить, это люди, которые приходят с проблемами в отношениях. Так чем же так страшна любовь с психиатрической точки зрения? И что это вообще такое? Хороший, отличный вопрос. Дело в том, что сама по себе любовь ни с психиатрической, ни с какой другой точки, в общем-то, это чувствуется не страшное. Дело в том, что это, на мой взгляд, это самое прекрасное, что может случиться с человеком. Что-то, что меняет его отношение к себе, к другому человеку, к тому миру, в котором он живёт, делает этот мир прекрасным. В практической работе любого психотерапевта, да и психиатра тоже встречается огромное количество людей от любви пострадавшей. И вот причин для того, чтобы даже при наличии прекрасного чувства был этот некомфорт, действительно в нашей практике более чем достаточно. Приведу такой пример. Люди ссорятся. Любящие люди ссорятся с друг другом, выясняя какие-то отношения, выясняя иногда, кто кого больше любит и прочее. Бывают моменты, с которыми мы постоянно сталкиваемся, когда любовь перестаёт иметь двухсторонний характер. То есть, один партнёр ещё любит, и любит очень искренне и сильно, а второй партнёр, к сожалению, своё чувство исчерпал. Поэтому меня часто спрашивают, сколько лет живёт любовь. Все насмотрелись фильм, насчитались книги, три года. И в этом есть какая-то определённая логика. Потому что вот эти некие потребностные циклы, они длятся по мнению ряда психологов от трёх до семи лет повторно. Вот я видел и примеры того, что никаких вот этих волн в отношениях не бывает. И человек, вступив в какие-то отношения, в которых, опять же, он считает, что есть любовь, он и живёт в этих отношениях, да, старости, глубокой старости, и вложа руку на сердце, на Библию, он сможет сказать, что любил всю жизнь. Поэтому трудно сказать, право был Биг Бедер или нет, но тем не менее. Но таких случаев в нашей практике более чем достаточно. Неразделённую любовь изначально. Да, то есть нам приходится, постоянно сталкиваться с этими историями, особенно в старших классах, на младших курсах института. Когда возникает первая, острая влюблённость, которая у одного человека переходит в любовную одержимость, в любовь. А второй партнёр, ну, дай бог, если он хотя бы знает о том, что кто-то его любит. Ну, мы же, даже начав встречаться, мы не должны, ну, мы не можем дать гарантию того, что вот то, что как бы, как искра вспыхнула, это обязательно перерастёт там в огонь, пламя или в долговременные какие-то отношения. Да, то есть мы повстречались, у кого-то вспыхнуло, а у кого-то вот вроде сначала вспыхнуло, и какой-то, ну, ответная реакция пошла, симпатия. Ну, эта симпатия дальше симпатии не сдвинулась. И человек говорит, что нам надо закончить отношения, потому что, ну, вот я их как бы не чувствую, не вижу в них будущего, ну, просто попросту не люблю. Для второго человека это всегда трагедия, и это стресс колоссальный, который, безусловно, может опять же привести в кабинет к психотерапевту, потому что пережить это иногда бывает достаточно нелегко. Вот, любящих людей предают, мы это хорошо знаем, да, и мы постоянно слышим про какие-то измены, то есть еще что-то, про любовные треугольники, многоугольники и так далее. Сейчас у нас век социальных сетей, и народ просто туда с головой окунулся, в одноклассники, вконтакте, там все прочее. И вдруг ожили какие-то старые отношения, связи, значит... И легкие знакомства. Конечно, появилась возможность разорвать географию. Раньше как бы я встречался только с теми, кто в моей деревне живет, а в деревне провели интернет. И теперь я могу знакомиться с любыми, с любой точки. У нас люди встречаются с нарциссами, про которых мы слышим, с социопатами. Отдельная тема семейных отношений, любовь – это любовь к человеку зависимому, то есть зависимому от каких-то психологически активных веществ, или от каких-то нехимических зависимостей, там, от игровой зависимости, от ставок на спорт. Их тоже любят. И это целая эпопея, потому что эти отношения, они очень неровные, поскольку мы встречаем две модели – зависимые и созависимые. Ну и, соответственно, отдельная тема – это как раз любовная зависимость, то есть когда мы начинаем просто путать и называть любовью ту боль, которую мы получаем в отношениях. Это та ситуация, когда мы не можем быть вместе, фактически не можем быть порознен. То есть люди расстаются, начинают чувствовать абстиненцию, ломку. Их тянет снова к друг другу. И начинается новый этап, новая фаза отношений, обычно не кратковременных, когда все извиняются и говорят, что мы сейчас всё построим по-новому. Но всё опять возвращается на круги своя, новое расставание, новая ломка, новая встреча с этим же человеком. И у нас ещё есть отдельная такая прям большая тема людей, работающих над отношениями, активно работающих, многолетняя работа, которая много лет работает. То есть такая популярная тема. Популярная тема, да. И вот, наверное, скажу, непопулярная как раз вещь. Есть отношения, на которым действительно, наверное, стоит работать, а есть отношения, которые, наверное, многолетние вот этой работы над отношениями вы всё равно не исправите, потому что чего-то там нет. И, возможно, кому-то больше нравится именно работать над отношениями, чем эти отношения иметь. Не все принимают эту модель, мою такую метавселенную в отношении отношений. Я считаю, что в отношениях человека должно быть хорошо. Люди должны друг другу помогать. Там не бывает бесконфликтных, полностью таких штилевых вариантов. То есть мы где-то ссоримся, мы где-то даже можем поругаться, но это такой штучный товар, после которого я испытываю, я лучшего партнера, легкое чувство такой вины друг к другу. Мы извиняемся, говорим, что, слушай, у нас есть арты, мы можем, наверное, в следующий раз не устраивать никаких истерик, а я все это обсудить на уровне вербального разрешения переговорного, потому что мне с тобой хорошо. То есть меня не возбуждает вот этот накал страстей, после которых мы сидим, вытираем пот с лиц, у нас какое-то примирение, мы обострили чувства, мы доказали, что мы друг другу любим. А дело в том, что, как мне кажется, когда люди любят её, когда любовь есть, каких-то доказательств, по-моему, их не надо. Это ваша редкость, когда такие, скажем, адекватные взаимоотношения двух людей, где они могут договориться. Я согласен, но вот к этой адекватности и надо стремиться, к возможности разговаривать, к возможности поддерживать другого человека, давать ему что-то, понимать, что твоя любовь – это прежде всего та энергия, которую ты можешь подарить партнёру, особенно при взаимном таком же потоке энергии, что в этом плохого. То есть это что-то, что надо ценить, поливать, ухаживать за чем-то, за этим, а не пытаться взять и вырвать это всё с корнем, чтобы потом снова пересаживать куда-то. Но немножко, мне кажется, ещё в случае с нашей страной играет роль классика литературы, в которой, как у Куприна, любовь должна быть в величайшей трагедии. Мне кажется, это на уровне, особенно у девушек, на уровне какой-то такой подсознательной составляющей менталитета. Вы отличный вопрос подняли. Это как раз вопрос определённого такого сценарного программирования. Ну, самый простой вариант программирования, который начинается с младших классов, были жвачки Лафес. Не знаешь, что такое любовь, жуй, читай вкладыши. Там тебе напишут, что любовь – это и какое-то продолжение. Я всегда в штыки воспринимал всю концепцию корпорации Лафес по причине того, что мне казалось, что любовь её не надо называть. Она либо есть, я её чувствую. Зачем её переводить в какие-то слова? Потому что вот я сижу и говорю, так, я тебя точно люблю, потому что так, я сделал вот это, вот это, вот это, вот это. Какой-то немножко меркантильно, такой счетоводческий подход к любви. Насчёт того, что вы спрашиваете, это уже программирование на более таком глобально-российском уровне менталитета. То есть многие произведения любовные, на которых воспитываются наши поколения, девушки, которые мы читаем в школе, которые входят в школьную программу, рекомендованы. То есть они написаны об отношениях болезненных, очень болезненных. И я всё время говорю, что читая того же Куприна Бунина, то есть там Толстого, там описаны ситуации, как быть не должно. То есть и должен срабатывать принцип «предупреждён» или «предупреждена, значит защищена». Это великолепно. То есть вот посмотреть и не просто вот думать, «А, я так же там вот погибну, сгорю от любви». Нет, а я должна посмотреть, подумать, сказать, «Так, вот видела я такое где-то, читала в какой-то книжке». И я всегда очень сильно надеюсь, что смысл всех этих произведений в том, чтобы предупредить, чтобы показать вот эту трагедию, которая в вашей жизни не должна случиться, чтобы дать какие-то ориентиры, индикаторы, как распознать, что вы движетесь в сторону, там, Каренина или в сторону ещё кого-то, до того, как вы переходите вот уже в разряд, ой, что мне делать, всё рухнуло и так далее. Ну вот. Это очень сложно, потому что вот это страдание и боль действительно большим количеством, к сожалению, читательниц и читателей воспринимается, как руководство к действию. Нам говорят, бьёт, значит, любит. Самая большая, ну, на мой взгляд, дичь, которую вот я как человек, как мужчина, как врач слышал, это странное оправдание какой-то нелепости средневековой. Да, хотя сегодня я шёл по книжному магазину утром, и на книжных полках стояло сразу несколько красивых иллюстрированных изданий и комментариев к домострою. Да, это серьёзно. Даже сфотографировал, не поленился, потому что думаю, ну, надо же, бестселлер. Вот. Этого не должно быть такого, как бы, доказательства. Вот эти страдания, да, то есть, что я должна обязательно там выйти замуж за кого-то, любить другого, нищего, какого-то странного, грозовой перевал, любить другого, замужем быть за... То есть, это не совсем так. И вся прелесть заключается в том, что не существует здесь норм и правил. Вот говорят, любовь по правилам и без. Нет, никаких правил, то есть, в этих чувствах не бывает. Но самое главное, но если не правило, а рекомендации, надо сделать так, чтобы всё было комфортно для тех, кто в эти отношения входит. То есть, там не должно быть каких-то рук, каких-то физических ненаказаний, каких-то там применений физической силы, оскорблений даже. То есть, это сразу ставит под вопрос, а что, собственно говоря, происходит между вами. И, наверное, финальный вопрос. Мы с вами много затронули тех моментов, которые можно перепутать с любовью. Это одержимость, зависимость и так далее. Можно ли от них избавиться, излечиться? Я думаю, что да. Ответ – да. Но здесь момент истины. Он немножечко в желании. Потому что, если я считаю, что у меня всё должно быть, как в произведении Куприна, окей, у меня так будет. Я не переломлю себя. То есть, нужно желание. Нужно понимание того, как у меня это происходит. Это всё-таки ненормально. Вот это какая-то гордыня, которую мы порой одеваем на себя в отношениях, что надо терпеть, надо смириться. Только вот это мой крест. Мы боимся признаться нашим близким, своим друзьям, подругам, потому что страх быть осмеянным, страх быть осуждённым за… Как же так? Ты вот говорила, что ты вышла замуж по любви, а у тебя вот чего-то там пошло не так. Этого мы боимся чаще всего. И вот когда в какой-то момент с помощью специалиста или без помощи специалиста человек наконец-то понимает, что ну и что же здесь такого? Мы все ошибаемся. Я сделаю работу над ошибками. Если что-то можно склеить, этот разбитый горшок конкретно в этих отношениях, да, окей, мы сделаем это хорошо. Если нет, значит, наверное, нужно идти вперёд, отправляться, без сожаления, оставляя прошлое прошлом, прах праху. Потому что нигде не написано, что мы должны мучиться и страдать в этой жизни. Любите друг друга, любите себя, дайте возможность случиться в вашей жизни этому чувству. Вот буквально на днях мне задали вопрос, на который я отвечу сейчас. И этот вопрос, он просто потряс меня. Мне сказали, Алексей Владимирович, а как вы считаете, после 40 лет влюбиться можно? Британские учёные доказали, что можно обучить собаку старую новым трюкам. И после 40 лет, конечно, человек может влюбиться. Да, мы становимся немножко более боязливыми, мы становимся действительно более опытными. Но в нашей нейробиохимии, в нашей возможности любить и открыться этому чувству с нами ничего не происходит. Ни в 40, ни в 50, ни в 60, ни в 70, ни в 80. Поэтому ответ, конечно, вы можете влюбиться. И очень хорошо, если у вас есть сейчас ситуация, семья, отношения, в которых есть это чувство, хранить его. Потому что это самое главное, что есть вокруг нас и внутри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова